В январе количество мест для больных коронавирусом в Хакасии еще увеличится. Пациентов начнет принимать в Усть-Абаканская больница. Несколько месяцев назад ее закрыли на ремонт, но сейчас работы на стадии завершения. Репортаж Константина Кравцова. Это прикрованные мониторы, которые показывают все чистые, обеспечивающие функции организма. Главный врач Усть-Абаканской больницы охотно рассказывает о функциях нового реанимационного оборудования. Столь же охотно Екатерина Трифилова готова позировать для фотоснимка на память. Слишком уж долго здесь ждали такого ремонта. Впервые за 15 лет с момента открытия корпуса. Уже с 10 января сюда начнут поступать первые пациенты. Те, что заражены коронавирусом и переносят болезнь в легкой и средней степени тяжести. Прежде в Усть-Абаканском районе не было ни одного учреждения для больных ковид. Мы обслуживаем прикрепленное население 40 тысяч. Из них 30 тысяч взрослого населения и 10 тысяч детей. Поэтому, конечно же, значимость больницы оценивается очень высоко. И сдачу, хотя бы даже поэтажную сдачу этого корпуса, запуск второго этажа, третьего этажа, мы очень ждем. Запуск будет происходить поочередно. С 10 января первый и второй этажи. В конце месяца третий. Остальные два по плану будут отремонтированы в марте. Корпус рассчитан на 80 пациентов. А в смене будут дежурить и терапевты, и хирурги, и реаниматологи. Каждый прошел специальный курс борьбы с коронавирусом и, по сути, отчасти стал инфекционистом. А уровень помощи, уверяют, здесь будет не хуже, чем в любой городской больнице. Главная особенность современности в больницах не только отделения, но и зоны. Сейчас мы находимся условно в грязной, красной. Так вот, после завершения смены врач заходит в специальный шлюз. Здесь он снимает свой костюм, далее принимает душ. Ну, а здесь уже чистая, так называемая, зеленая зона, свободная от коронавируса. Этажом выше, в буквальном смысле, грязная зона. На капитальный ремонт корпуса выделено больше 100 миллионов рублей. Плюс 6,5 направлены на закупку оборудования. Ремонт и лечение пациентов с ковид будут проходить параллельно. Ситуация требует. Сейчас, конечно, у нас отремонтировано. Все красиво, все по новым стандартам. То есть, как бы, конечно, это все очень радует, очень хочется работать. Соскучились уже по работе, по родному своему отделению. Даже когда пандемия закончится, корпус не утратит актуальности. По сути, все вернется к общемедицинским задачам. Разве что исчезнут пресловутые шлюзы, костюмы и ковидные маски, скрывающие лица врачей и медсестер. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Продолжение следует...